Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Единым фронтом для решения общих проблем исполняющий обязанности главы «Анапы» провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта. В день знаний с новым статусом. Сегодня распахнула свои двери первая в «Анапе» казачья школа. Бизнесмены, я пойду, пусть меня научат. В нашем городе действует центр, в котором предприниматели могут получить не только бесплатную консультацию, но и средства на развитие своего дела. 845 мальчишек и девчонок встретила сегодня вторая средняя общеобразовательная школа. Новый учебный год для них начался с праздничной линейки в честь 1 сентября. Почетными гостями на торжестве стали исполняющие обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков, руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода, председатель Совета депутатов Леонид Кочетов. Учебный год открывая, пусть звенит наш школьный звонок, колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. На школьном дворе вновь многолюдно. Сегодня здесь принимают гостей, родных, друзей, наставников молодого поколения. Исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков поздравил Анапчан с началом нового учебного года. Сегодня нет у нас в стране такой семьи или такого человека, кто не ощутил бы вот те чувства волнительные. Это 1 сентября, День знаний. Я хочу пожелать педагогам также хорошо учить учеников, вас, дорогие ученики, также прилежно и хорошо учиться. Дай Бог вам здоровья, всего вам самого хорошего, пусть вас Бог благословит и даст вам все, что вы хотите. В центре внимания первоклассники. Их в этом году набралось 94 человека. И, конечно, выпускники. Владимир Пригода, руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края, приветствовал всех от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. С особыми словами Владимир Владимирович обратился именно к выпускникам. Он отметил, что своим умом и трудом ребята могут получить пропуск в любой вуз страны. На Кубани на самом деле по ряду направлений наши вузы сильнейшие в стране. И аграрный, и политехнический, и классический университет, и медицинский имеют сильные направления. На самом деле сейчас не так важно, где учиться, важно, как иметь желание для этого. Но еще важнее, не забывайте, лучше места, чем на Кубани, в принципе, нет. И чем наша любимая с вами Анапа. Второго такого моря в России не появится, и в Москве в том числе. Недаром каждый год у нас до 100 тысяч человек со всей России переезжает сюда, на Кубань. А не наоборот. Поэтому, где бы вы ни учились, возвращайтесь. Вас здесь всегда ждут. Вы нужны именно здесь, как нигде. Нужны родителям, нужны Анапе, нужны краю. Нам нужны. С теплыми пожеланиями к ребятам обратилась депутат городского совета Вера Севрюкова. Она шефствует над второй школой уже более 15 лет. Я хочу, чтобы вы были патриотами нашей России. Чтобы вы всегда защищали ее интересы, где бы вы когда и не были. Наша Родина прекрасная. Сейчас, особенно в это сложное время, как никогда нашей Родине нужна ваша вера. Нужна ваша помощь именно молодого поколения. После линейки ученики потянулись в школу на первый классный час. В этом году у него единая тематика для всей Кубани. 80 лет со дня образования Краснодарского края. Юная смена, первоклассники. На первый школьный урок пришли с родителями. Волнуются и дети, и взрослые. Ребята, школа станет для вас старым домом. Вы здесь найдете очень много друзей. И каждый день будете получать особенные подарки. Как вы думаете, ребята, а что за подарки вам будут в школе? Пятерки. 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 А еще что? Подарки. Знания, ребята. Вот подарки – это знания. В добрый путь. На курорте «Новая жизнь» началась для двух с половиной тысяч первоклашек. Для учеников Юровской школы он стал особенным вдвойне. С этого года она носит статус первой казачьей школы Анапского района. В День знаний здесь все по военному четко. Знаменная группа от Чекани Шак вынесла российский триколор. Стройные ряды кадетов взяли равнение на знамя. Из 29 классов половина казачьих. Это почти 400 человек. Все они воспитываются в строгой дисциплине с сохранением всех традиций. С этого дня учебное заведение будет носить гордое звание региональной казачьей школы. 18-я школа – одна из лучших школ в городе Анапа. И вы должны нести этот статус. Вы должны быть лучшими. В этом году вы первыми в Анапе станете школой, которая будет носить название «Статус казачьей школы». Инициатором присвоения этого особенного статуса школе стал Есаул Валерий Кокорин. Вот уже более 20 лет он занимается восстановлением казачества. Вообще мысли и думки о том, что и в детских садах нужны группы. У нас и в этом направлении, и в том году у нас есть первая ласточка в городе курорт Анапа. Это 18-й садик, где открылась казачья группа. Этот учебный год не стал исключением. Здесь вновь набран первый класс кадетов. Надежда Сергеевичек в образовании работает 6 лет. И для того, чтобы стать настоящей наставницей в этом классе, сама вступила в ряды казачества. Для меня тоже новое. Учусь учиться тоже вместе с ребятами, конечно, что-то узнанное новое. Мы уже были в Анапе на методическом объединении учителей классов казачьей направленности. И, конечно, мы тоже себя там чувствовали первоклассниками, я признаюсь честно. Потому что и форма, и очень, во-первых, это и красиво, и стимул есть узнавать еще и еще что-то новое. Неоценимую поддержку школе оказывает районное казачье общество. Особую работу проводят родители в семьях. Юровка – это село со сложившимися традициями и укладами. Вы, когда наблюдали нашу линейку, вы обратили внимание, как дети поют гимн казачий, особенно казачий гимн. И это говорит о патриотичности нашего населения, о патриотичности родителей, которые передают это своим детям. Статус казачьей школы – это всего лишь часть серьезных перемен в этом учебном заведении. Сейчас идет разработка и согласование документации на присвоение школе имени местного жителя Героя Советского Союза Иосифа Мироненко. Знаменательный день сегодня и в образцовом для всей страны учебном заведении в Институте береговой охраны ФСБ России. Молодое поколение, защитники Родины, приняли присягу верой и правдой служить Отечеству. Почетным гостем на красивой и строгой церемонии стал исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Твердо чекание шаг к месту торжества следуют вчерашние школьники. Сегодня курсанты Института береговой охраны ФСБ России. Воинский долг, мужество и честь для них не пустые слова. Теперь они живут с клятвой в сердце. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Для беспреувеличения образцового учебного заведения сегодня знаменательный день. Эта присяга юбилейная, десятая по счету. Более того, она совпала с другой исторической датой – столетием со дня образования органов безопасности. Молодым защитникам есть с кого брать пример беззаветного оболнения требований военной присяги, героического служения Родине. Это прежде всего поколение победителей в Великой Отечественной войне. Это война Афганцы с честью выполнения своих долг. Это солдаты, сержанты, офицеры, генералы, стоявшие в ходе конкурсийской операции в Чечне, территориальной селостной страны и появившие мудростную отвагу при защите интересов отечества. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков отметил, высокопрофессиональный вуз продолжает лучшие традиции российского воинства и готовит квалифицированные кадры для охраны рубежей нашей Родины. От жителей муниципального образования города-коррор Анапы я хочу поздравить вас всех с присягой, пожелать вам здоровья, счастья, всего вам самого хорошего, уважаемые курсанты. И чтобы все, чему вы здесь учитесь и научитесь, было использовано только под мирным небом нашей Родины. Удачи вам! Впереди у ребят интереснейшие годы. Современное оснащение вуза делает учебный процесс поистине уникальным и насыщенным. А воинское братство закаляет характер и воспитывает лучшие качества. К поздравлению с началом учебного года присоединились также и участники движения «Молодая гвардия Единой России». Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником Днем Знаний от молодой гвардии Анапы. Дорогие ученики, будьте лучшими из лучших и первыми во всем. Ярких вам перемен и увлекательных уроков. Пусть ваши любимые учителя вместе с вами вновь пройдут этот путь по дороге знаний. И чтобы новый учебный год был легким и плодотворным, ярким и звездным. И все предметы вы с легкостью сдавали на оценку отлично. Сегодня в Анапском филиале Московского государственного педагогического университета вручали студенческие билеты. Всего сегодняшнего дня в вузе и колледже начнут учиться 400 студентов. Примерно на 50 человек больше, чем в прошлом году. Большая их часть – педагоги начальных классов. Поступая на эту специальность, молодые люди делают осознанный выбор, часто идут по стопам родителей. Студенты изучают расписание. В школе были уроки, теперь они будут ходить на пары. Эвелина из Анапы. Она поступила в колледж, чтобы стать учителем младших классов, продолжить династию. Я решила сама. Почему? Мне нравится, я люблю детей и хочу научить их что-то новому. Бабушка Эвелины ведет уроки технологии. Мама – тоже педагог начальных классов. Алла Рудакова сама получила диплом в этих же стенах в 2001 году. Сегодня здесь будут преподавать уже новые подходы к образованию. По словам мамы, учиться всегда проще, чем переучиваться. Но в образовании есть и постоянные величины. Кроме того, дочь с ранних лет видела, как она проверяет тетради, помогала проводить праздники. Кое-что уже знает в теории. Ну, например, как проводить родительские собрания. Или как проводить, например, групповые мероприятия. Или как должен строиться урок, например. Тот же самый по новым стандартам. Ответственность, исполнительность. В этом году набрали дополнительную группу будущих преподавателей младших классов. Всего на дневное и вечернее отделение поступили более 400 человек. Примерно на 50 больше, чем в прошлом году. Появились специальности лингвистика, изобразительное искусство и дополнительное образование. Специальности не закрываются. Наоборот, с каждым годом востребованность все больше. Потому, насколько идет востребованность в профессиях. То есть мы были, мы сотрудничаем с центром занятости. Мы видим вообще в целом обстановку в стране, в городе, в крае. И те направления, которые востребованы, мы, конечно, стараемся тут же реагировать. На сегодняшний день педагогическое направление, оно востребовано. То есть самая большая группа, набор, самая большая группа преподаваний в начальных классах. 35 человек пришло в эту группу. В ближайшем будущем здесь готовятся к открытию специальностей, связанных с информационными системами и сетевой безопасностью. Речь идет не об условных программистах, как это было еще лет 15-20 назад, а именно о квалифицированных технических специалистах, востребованных на рынке труда. Общественная инициатива на пользу людям. Исполняющий обязанности главы Анапы провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Юрий Поляков и Сергей Костылев обменялись мнениями по ряду проектов, которые реализует ОНФ. Наметили пути дальнейшего сотрудничества. Активисты Общероссийского народного фронта реализуют в Краснодарском крае 14 различных проектов. Сергей Костылев подчеркивает, взаимодействие с органами власти, а не критика. Вот цель работы общественного института. Живя в одном крае, в одном городе, мы должны решать проблемы прежде всего граждан и конструктивно подходить к диалогу. И президент Российской Федерации недавно отметил нам очень хорошую мысль. Коллеги, это нам к общественникам обращается. Критиковать оно легче. Вот я отдельно, говорит, наших общественников назначу на должности, а потом с них спрошу, получится у них работать или не получится. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков в свою очередь отметил, проблемы, которые поднимает Общероссийский народный фронт, не надуманы, а действительно волнуют людей и нуждаются в решении. Вы находитесь на земле, вы все видите, что происходит и вносите какие-то предложения. Мы готовы их корректировать. Я не могу сказать, что выполнение их будет прямо учтено именно в 2018 году. Но поставить в план на 2018-е тире до 2020 года сделать, потому что вопросов, которые касаются инфраструктуры, дороги, тротуары, то, что в свое время, может, когда-то было упущено, давно, много лет назад, сегодня надо это наверстывать, поднимать и делать. Руководители договорились о том, что эта рабочая встреча станет точкой отсчета в плодотворном сотрудничестве общественников и властей города-курорта. В Анапе действует Центр поддержки предпринимательства, где можно не только получить консультацию, но и оформить документы для участия в программах государственной поддержки. Об этом рассказали на бесплатном семинаре, организованном городским управлением экономики и инвестиций. Говорили также о форме государственной поддержки и о том, как их получить. Представители налоговой инспекции рассказывают бухгалтерам и предпринимателям о нюансах использования онлайн-касс. Новый закон предусматривает, чтобы торговые точки оборудовались кассовыми аппаратами нового поколения, которые автоматически высылают отчетность в налоговую инспекцию. Это очень актуально сейчас на данный момент, потому что с этими онлайн-кассами такой непоняток много, скажем так. Очень много интересного узнали. С 1 июля будущего года электронными станут бланки строгой отчетности. Эту тему решили поднять заранее, чтобы не было необходимости менять систему на ходу, как это произошло в случае с онлайн-кассами. Бесплатный семинар организовали специалисты городского управления экономики и инвестиций. Сегодня они продвигают центр поддержки предпринимательства, который открылся в здании городской администрации. Помимо консультаций, там могут помочь оформить документы на получение государственной поддержки, в том числе начинающим предпринимателям. Из интересных это мероприятие по кредитованию для начинающих, именно для студентов, молодым людям до 30 лет, которым предоставляется кредит на сумму 700 тысяч под 6% годовой. Для тех, кто уже действует, но хочет расширить, связанное с инвестициями, это до 3 миллионов процентная ставка, в зависимости от видов деятельности, либо 9, либо 10%. В приоритете производство. Торговля с 1 августа исключена из списка. Вместе с тем, если владелец магазина захочет пристроить к нему, например, мини-пекарню, то он может рассчитывать на помощь государства. Это уже не первый семинар. В Управлении экономики намерены и дальше приглашать представителей бизнеса, чтобы рассказать о нововведениях и отвечать на вопросы по актуальным темам. В рамках года экологии в эту субботу на территории Анапы состоится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Он объединит сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, администрации, ответственных служб и всех желающих. Основные работы в рамках субботника запланированы на пляжах от Малого Утреша до Бугасской косы, где выброшенный морем мусор будет собран в мешки для последующего вывоза спецтранспортом. Работы пройдут и в детском парке, а также на улицах Ленина, Парковой, Объездной, Симферопольском шоссе, на Дворовых и прилегающих к ним территориях. В городе участникам экологической акции предстоит очистить газоны от сорняков, покосить траву, привести в порядок прибордюрную часть дороги и собрать мусор. Принять участие в субботнике «Зеленая Россия», которая начнется завтра в 9 утра, приглашаются все желающие. Давайте вместе сделаем наш город чище и привлекательнее. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» 209,90, любительская «Тавровская» 229 рублей, колбаса вареная ветчинная 219 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, парковая 93А, крымская 98, амелькова 28 и астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов, ночью прохладнее – 19 выше нуля. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин